Приветствую вас, все братья. Жизнь не простая штука. Но скажу вам, что нету ни одного человека, который бы не согрешил. Малолетние, но всё же грешники Азовской исправительной колонии встречают митрополита Ростовского и Новочеркасского с надеждой. Надеются они на нужные слова, которых им так не хватало в жизни по ту сторону колючки. И долгожданный гость высокого духовного чина находит эти слова в своей проповеди. Ошибка не должна сломать человеку жизнь. И наказывая за какие-то проступки, за преступления, мы должны обязательно человека поддержать морально и духовно, не дать ему сломаться. Вот в этом и состоит основная задача нашего взаимодействия. Это касается не только осужденных, но и тех людей, которые здесь работают. Особо митрополит отмечает работу генерал-майора Сергея Смирнова. Его 30 лет на службе не прошли даром. У начальника ГУФСИН России по Ростовской области своё мнение о вере. Мы отслеживаем даже осужденных, которые в процессе одувания наказания приобщились к вере, к вере нашей православной вере. Мы отслеживаем их судьбу. И я хочу сказать, что практически рецидив тех осужденных, которые посещают храмы, присутствует на службах наших храмах, которые в учреждениях, практически отсутствует. Это действительно так. Далее общение с заключёнными женщинами и посещение дома малютки. Митрополит лично убедился в качестве условий содержания детей, чьи матери приступили закон. Хорошей новостью для отбывающих наказания стал проект, который скоро рассмотрят в Государственной Думе. Под амнистию попадает большинство несовершеннолетних и женщин их с правительной колонии. Я думаю, этот документ также с нетерпением ждёт вот этот контингент лиц, который сегодня мы с вами посетили. Безусловно, проект он ещё не принят, он требует обсуждения, вдумчивого подхода. Ещё одним сюрпризом стало выступление заслуженной артистки России Евгении Смолениновой. Душевные русские романцы оказались очень кстати в промозглый зимний день. Сергей Мирошниченко, Юрий Бабенко. Главное новости.